Слушайте доктора Вечернее время Мне кажется, что вечернее время к таким вещам более располагает По понедельникам с 10 до 11 вечера И по субботам с 11 до 12 вечера Но тем, кто ночью не слушает Всегда будет возможность для тех, кто не слушает Послушать это все на портале эхокирова.ру Вести этот проект будет моя коллега Теперь уже, хотела сказать, в прошлом Но теперь уже и в настоящем, получается Надежда Бушмелева Она же дипломированный психолог Надя, добрый день Добрый день И вот сразу же передаю тебе слово Действительно рождается новый проект Который называется «Практическая психология» Именно в этом проекте мы хотели бы рассказать Слушателям Эхо Москвы в Кирове Все те аспекты психологии С которыми мы сталкиваемся изо дня в день Сталкиваемся на работе В личной жизни, в семье, с детьми, общаясь Как можно эти законы, правила Все это развернуть в свою сторону, в свою пользу Оказывается, этому можно научиться Это можно применять И от этого быть намного счастливее Ну, вот наш интерес был, конечно, как всегда, корыстный Прием хорошего психолога стоит немаленьких денег Действительно Мы любим своих слушателей, да И мы хотим, чтобы они получали бесплатные рекомендации Или как минимум такие, да, вот Наподумать, что называется Наподумать вещи И поэтому приглашаем людей Которые уже имеют хороший опыт Хорошую репутацию всегда Так что ясное дело Мы хотим тоже сами свой интерес учесть И поэтому я, как мама Ребенка-школьника Сразу подумала, что в сентябре Хорошо бы поговорить о детях Которые сейчас пришли в школу И которым сейчас не всем легко Это действительно так Потому что очень многие дети Сталкиваются с трудностью в обучении И при этом мы видим Что дети это абсолютно здоровые То есть с точки зрения физиологии Они развиваются по возрасту С точки зрения сохранения интеллекта Они тоже умные Но по каким-то причинам Сегодня мы разберемся с этими причинами По каким-то причинам он становится неуспешен В процессе образования Я сегодня пригласила в студию невролога Сергея Шипицына Здравствуйте, Сергей Здравствуйте Я предлагаю сегодня нам втроем Обсудить эту актуальную тему Для детей и родителей И для педагогов тоже Да, надо сказать, что не только у меня здесь есть ребенок-школьник Да И остальные два У меня тоже есть два сына И у Сергея есть три сына и дочка Да, все правильно Так что мы тут все родители И все, наверное, сталкивались именно с этой проблемой Как помочь ребенку быть успешным в учебе Вот я могу сказать сразу Писать такие истории Наша школа очень хорошая В которой мы учимся И детки все прям замечательные А когда ты их видишь там со стороны В неформальной обстановке Кажется, что ну все раз прекрасно у всех В школе ты видишь, конечно, по-разному Ведут себя дети И есть мальчики в основном Да, это начальная школа Мальчики в основном На которых и учителя жалуются Я тебе уже шестую, значит, раз вожу к директору Они невнимательны на уроке У них почерк там какой-то сложный Да, они новый материал Либо сложно усваивают Либо я не знаю, какие причины отказываются Они непоседливы Они все время возятся где-нибудь на заднюю парту Их посылают, возятся Они оттуда какие-нибудь самолетики начинают запускать При том, что ты думаешь, что ну вот этот мальчик там Условный, неважно, Вася, например Хороший и умный мальчик Он где-нибудь там в кружках в итоге Собирает каких-то потрясающих, например, роботов Ну вот От чего это все происходит И когда самое-то главное Родители начинают замечать это Давайте этот вопрос адресуем Сергею Да, вот у вас тоже есть дети И к вам очень часто обращаются с этим вопросом Ну, лично я заметил, наверное, когда ребенку было два с половиной года Вот я увидел, что его... Мальчик Да, мой старший мальчик заметил, что... Ну, во-первых, он очень импульсивен Я видел, что он холерик выраженный То есть таким импульсивным поведением То есть он при несогласии Он запросто мог побиться головой о пол Он выражал бурно свое несогласие Не слушался У меня уже тогда закрадывались мысли То есть действительно, что это Это темперамент у него такой Или это действительно есть какие-то нарушения Темпов развития психики То есть какая-то патология Что, наверное, на это надо обратить внимание Вот, то есть я наблюдал за ним И действительно, где-то он проявлял себя Очень даже адекватно То есть он прекрасно общался с верстниками А именно в домашней среде Он именно вел себя, ну, очень вызывающе То есть с ним было сложно Он сложно очень воспринимал критику То есть малейшее замечание Он буквально закрывался В общем, был, естественно, очень активен И вот когда такие дети появляются в социуме, да? То есть, например, в группе, да? В детском садике То уже педагоги начинают предъявлять родителям Что-то делайте с этим Конечно, но у нее 30 человек У воспитательницы Что же она будет? Я с одроганием думал, как он пойдет в садик И насколько было великое удивление Когда воспитательница сказала Что, знаете, нормальный ребенок То есть хорошо построена фразовая речь Он нормально общается То есть дома и в садике Это были абсолютно разные дети Вот что меня поразило То есть, видимо, степень контроля в социуме Она у него включается От дома Вот именно он растормаживается Он ведет себя Это, может быть, естественно, для него, да? И вот эти все протесты Они на нас сыпались буквально Это, конечно, было для меня просто очень интересно Но ведь бывают и такие случаи Когда ребенок дома как шелковый А когда он попадает в социум Он превращается в маленького демона Ну вот то, что я описывала Конечно, да И в итоге мы рассматриваем этих детей Смотрим, физически развит Психологически нужна помощь Какая помощь, да? Вот примерно, вы сказали, два с половиной года Но мы начинаем наблюдать детей С трех с половиной, с пяти лет Потому что вот, например, такие моменты Как гиперактивность, дефицит внимания Например, ММД Как это у вас правильно? Да, минимальная мозговая дисфункция Они диагностируются уже примерно с пяти с половиной лет Да? Что это? Давайте вот немножко кратенечко Вот что такое СДВГ? Давайте вот с точки зрения как бы физиологии Попробуем разобраться То есть откуда это берется Ну, все-таки Правильно, наверное, все-таки Ставить вопрос, что это не берется Скажем так, с потолка То есть, в общем-то В пренатальном периоде В постнатальном периоде То есть формируются какие-то действительно нарушения То есть когда женщина беременна Либо в раннем послеродовом периоде То есть у ребенка создается, возможно, какой-то энергодефицит Ну, как его называют Гипоксия То есть перинатальная энцефалопатия То есть И на этом этапе ребенок Где-то вот закладка его Тех функциональных систем Которые обеспечивают высшие психические функции Такие как речь, внимание, память, навыки То есть она идет не в том темпе В котором, допустим, у других детей Получается, что большинство функций Вполне соответствуют возрасту Но какие-то из них Они, получается, выпадают И вот Таких детей на самом деле Все больше и больше Да, конечно Мне кажется, абсолютное большинство У меня есть ощущения Я не имею в виду таких, как мы описываем сейчас Гиперактивных Или наоборот, которые отстраняются полностью А вообще с дисфункциями, о которых вы говорите Практически каждому ребенку Рожденному в современном городе Особенности Ставит на какой-то период времени Такой диагноз Действительно Потому что вот Мы сейчас говорим То есть невнимательность Рассеянность То есть где-то вот Импульсивность Допустим, во время игр Ребенок там не может сконцентрироваться То есть многие из родителей скажут Да, мой ребенок попадает Какие-то признаки обязательно попадут Наверное, это и нормально Мы сейчас говорим о том, что Насколько такой ребенок Действительно может ужиться В социуме И насколько ему сложно Насколько Действительно это черта характера Или это Так называемая Физиология Да То есть И мы говорим, что Если действительно Ребенка социум воспринимает нормально Если ему самому комфортно То все-таки, скорее всего Это его темперамент А если он, конечно Агрессивен Если он мешает сверстникам Если он постоянно Вызывает Скажем Замечания Замечания Конечно, тогда Ему самому с этим тяжело жить И, конечно, такому ребенку Родителям такого ребенка Обязательно надо Обратиться к детскому неврологу К психологу Чтобы выяснить Действительно Причем действительно Это ММД Или это какое-то другое заболевание Это тоже не менее важно Потому что ведь невролог Прежде всего решает Вопрос Что происходит То есть Это может быть И симптомы другого заболевания Такие как Допустим Просто остыни После перенесенного заболевания Может быть, да То есть ребенок переболел Вы же знаете То есть какое-то время Ребенок после этого Действительно Слаб Слаб Да То есть он Тлаксив То есть Это нормальное Для него состояние Давайте сегодня Попробуем говорить О все-таки норме Да То есть То, что мы с вами Наблюдаем Например, в школах В садиках Как мы можем Помочь детям У которых нету Как таковых Озвученных, да Диагнозов, да Но у которых Все-таки наблюдаются Вот эти отклонения Готовы? Да Готовы Отлично Итак Чаще всего С этим сначала Сталкиваются родители Родители думают Что делать Как Педагог жалуется И тогда Хочется какую-то Волшебную пилюлю Таблетку Да Чтобы прямо дать Вот ребенку И чтобы все Сразу же Разом Прямо так Раз И все Симптомы исчезли У нас вот тут Наверное Печальная новость Для всех родителей Потому что Таких волшебных Таблеток нет Да Ну какие-то Такие кстати есть Да Но не такие уж Прямо волшебные Волшебные Все сразу Они все Симптомы Да Конечно И вот тут Наверное Очень важно Чтобы родители Которые сегодня Слушают нашу программу Понимали Что ребенку Помогать нужно И можно Да И это нужно делать В комплексе То есть Во-первых А. Регулярно Да А. Это не только Психолог Это еще и все-таки Медикаментозные Какие-то и не Медикаментозные Но тем не менее Врачебные Да Вмешательства Какие Да-да-да Безусловно То есть Все начинается Конечно К визиту К специалисту Невролог Проводит Смотрит ребенка Беседует с родителями Ну все Как обычно То есть Жалобы Осмотр Тогда он уже В соответствии Со своими выводами Делает Значит все-таки Какое-то заключение И если все-таки Диагноз ММД Подтверждается Тогда Значит Даются какие-то Рекомендации По И по По воспитанию По режиму дня По каким-то Оздоровительным мероприятиям И безусловно Назначается Какое-то Медикаментозное Лечение Но вот Опять-таки Волшебная Таблетка Было установлено Что примерно Медикаментозное Лечение Дает эффект Ну на 25 В лучшем случае Процентов То есть Действительно Такой таблетки Не существует Это Заблуждение Но В этом конкретном Случае Или Вообще Нет Мы сейчас берем Синдром Минимальных Мозговых дисфункций То есть Эффект От медикаментозного Лечения В лучшем случае 25 Ну 30 Процентов А каковы же тогда Другие составляющие Лечения То есть Мы говорили Что это И не медикаментозное Лечение Массаж Режим дня Бассейн Педагогическая И психологическая Работа То есть Важно Что То есть Донести до родителя Что Вот ребенок такой Надо принять То есть Ни в коем случае Не вступать с ним В конфликт И разработать Те меры И мероприятия Которые будут Скажем Направлены На вынашивание Выпистовывание Этого ребенка То есть В адаптацию Встраивание его В социум И на принятие его Самим собой Таким Какой он есть Вот я бы В связи с этим Сделала бы шаг назад Потому что На самом деле Сергей привел пример Своего ребенка Что два с половиной года Заметил И вероятно Сразу начал Там Меры Определенные Принимать Корректировки Корректировки Мне кажется Что большинство Родителей Всерьез К этому Начинает Относиться Когда в школу Начинается Да Конечно Ближе к школе Когда он Неуправляем в школе Как ему Говорят родителям Когда он Приносит Не те отметки Которые хотелось бы Когда жалуются Родители Там Девочек Которых он Дергает за косички Или еще что-нибудь В этом духе Вот тогда И тогда Начинается такая История Как раз Потому что Сергей Сказал Что нужно Донести до родителей Как ты можешь Ты позоришь Меня В школе В том-то и дело Получается так Что родители Он думает Некоторые родители На консультации Приходят И говорят Вот знаете Все больше не могу Уже Уже словами Наказывал Уже делами Наказывал Уже Делал все условия Для того Чтобы Ну вот только Трудись Только учись Что тебе еще Нужно Но ни кнот Ни пряник Не помогает И вот здесь Ну по крайней мере Дайте мне таблетку Он говорит А невролог И психолог Ему говорят Нет Вам придется Трудиться Дело в том Что вот именно Таких детей Нужно сопровождать Может быть даже Громко звучит Но с такими детьми Приходится проживать Определенные периоды жизни Вот прямо рядом Ты идешь параллельно Но ведь это не так сложно Это не сложно На самом деле Это сложно Вызывайте наших родителей Это не сложно Если ты понимаешь Что кроме тебя Твоему ребенку Никто не поможет То есть ты уже не можешь Ни на кого Переложить эту ответственность И когда ты вот это Осознаешь до конца Да Что кроме тебя никто То ты Тебе все по силам Да Хочу немножко добавить Все-таки Не стоит отказываться От негоментозного лечения То есть Я конечно оговорился Что да Оно не имеет Стопроцентной Скажем гарантии Что если у вас Ребенок будет Даже два или три раза в год Проходить курсы Там натропов Там витаминов То есть препаратов Которые способствуют Там повышению Энергетического статуса Там нервные клетки Там улучшают Ассоциативные связи Это вообще всем полезно А как это все прописывается Правда же Но Действительно Они не будут видеть Что ребенок стал Скажем Вот да Эта иммульсивность прошла То есть Если у него была Не дай бог Дисграфия То есть он пишет Как-то не так То есть она пройдет Он может быть Всю школу с этим Будет жить Одни таблетки Это не тот вариант Когда мы будем С вами пичкать Ребенка Медикаментозными лечениями Но вот здесь У нас с вами Есть целая армия Специалистов Про которых мы можем Проговорить Какие Мы уже поняли Что есть невролог Которому прежде всего Нужно обратиться Да Далее у нас с вами есть Если вот например Сейчас сказали Что дисграфия Это мы с вами четко понимаем Что нам нужен логопед Причем логопед Который уже имеет Огромный опыт работы С такими детьми Который понимает Что происходит Какие процессы происходят В коре головного мозга Этого самого малыша И грамотно подкорректирует это Это опять-таки Конечно же Это время Да Это система Нельзя сходить на Одно-два занятия К логопеду И тут же все У тебя исправится Действительно Иногда с этим Сражаемся целыми годами Конечно То есть Мы и доносим До родителей Что Это не решается В недели В месяцы То есть Мы уже Свои мероприятия Расписываем На месяцы Может быть даже На годы То есть мы Действительно Учитываем особенности Ребенка И помогаем ему Адаптироваться Да И что же важно Вообще Первая основа Для детей С синдромом Дефицита внимания С гиперактивностью С минимальными Мозговыми дисфункциями Ну или просто Если например Родители говорят Нет пожалуйста Моему ребенку Не надо ставить Никаких диагнозов Я сам такой Был в детстве Да Поэтому просто Давайте примем Что он Ему труднее Дается учеба Чем всем остальным Хорошо Мы принимаем Вашу позицию Да И тут же опять Говорим Что основа А снов Это режимный момент Вот таким детям Всем Обязательный Должен быть режим Они четко должны Понимать Что они имеют Десятичасовой сон По возможности Особенно Начальное звено Это дети Которые должны Еще и днем спать Да Далее У нас У таких детей Обязательно Должно быть Понимание Что зачем То есть вот Для них Очень и очень важно С точки зрения Психологии Что он Четко понимает Что после завтрака Он сделает Такой-то следующий этап А после школы Его ожидает То-то и то-то Потому что для них Вот этот прогностический момент Да Он важен Им надо Психологически Быть к этому К любому следующему Шагу готовыми Что еще важно Для таких детей Ну тот комплекс Оздоровительных процедур Как мы говорили Помимо медикаментозного лечения Бассейн Очень желательно Но спортивная Если секция То не ради Спортивных достижений Ради общего физического развития И там в то же время Они снимают Вот эту нагрузку Конечно Это вот гиперактивность Если она есть То есть она получает Точку приложения Какую-то цель То есть ребенок может Действительно там Пробегаться Прокричаться То есть то Чего дома Как раз И в школе Нежелательно делать То есть там он может Тебя раскрыть А может быть даже И достичь каких-то Результатов Если он физически силен То есть мы еще Его похвалим за это Очень часто бывает Такое Светлана Что дети Например Которые не учатся На четверке-пятерке Они в спорте Или например В каком-то творчестве Они потрясающе Показывают результаты Которые радуют Родителей И самих детей Замечала Вот это Детей Очень важно Видеть изюминку У таких детей То есть у таких детей Как правило Есть какая-то изюминка Что-то он делает Уникально И вот Ему подчеркивать ее Потому что нередко Такие ребята Они сталкиваются С трудностями Они быстро Пускают руки И у них падает Самооценка А это очень легко Да, конечно Особенно если в этот момент Родители ему не скажут Что ты у меня гений Вот здесь Я тебя вот здесь Поддержу Особенно когда Если раздосадованный Учитель Очередной раз Ведет к директору Там например Вполне скорее всего Заслуженно Потому что Должны быть Поддержка Конечно То что говорили Вы Что вот этот Синдром дефицита внимания Наверное Вот этот синдром Дефицита внимания Сейчас У очень многих детей Присутствует Даже у которых Отсутствует Минимальная Мозговая дисфункция И это тоже Сказывается На поведение Конечно же Всех детей И подростков В дальнейшем Потому что Такая история Долгоиграющая И поэтому Вот я еще раз Подчеркиваю Что на мой взгляд Очень важно Чтобы Невролог Психолог Может быть даже Психотерапевт Если он подключается Все специалисты И родители Разрабатывая Вот эту программу Которую вы говорите И режим дня И медикаментозное лечение И немедикаментозное лечение Все играли В одни ворота Что называется Да действительно И еще Очень важно Чтобы в эти же ворота Играл педагог Который все время Проводит Ну например Если начальное звено С таким ребенком Да потому что Мы должны его Всегда держать в курсе Да всегда ему Объяснять что происходит Потому что смотрите И это задача родителей Это задача родителей Не прятаться А прийти Рассказать заранее И совместно Сказать что вот у нас Действительно есть такая задача Которую мы будем решать Мы ее уже решаем совместно С другими специалистами А вы нам помогите Да Ну в принципе педагоги Сейчас очень многие Понимают о чем идет речь Они даже сами Очень часто Например я сталкиваюсь В своей практике С тем что Они сами Родителям говорят Может быть вы сходите К психологу Может быть вы сходите К неврологу Это хороший педагог Это хороший признак Вот у нас такой педагог Мы в прошлом году В третьем классе Первую четверть провалили Что называется С треском Ну для нас У нас высокие требования Были планки Но мы с педагогом Поговорили в конце четверти И пришли к выводу Что нам нужно пойти К логопеду все-таки посмотреть Потому что вот Та самая дисграфия Которую невозможно было решить Непрофессиональными методами У нас на пятом же занятии Потрясающий результат Результаты Да действительно Если родители готовы Ребенок тоже хочет развиваться То есть Те самые волшебные кнопочки На которые можно нажимать Вот еще я хотела Важный момент донести Что когда педагог Вот именно адекватен Да мы не должны с вами скрывать Что например Ребенку прописали Медикаментозное лечение Потому что я знаю Что на некоторых ноотропах Да бывает Наоборот гипервозбужден Расскажите вот более подробно Про это Действительно То есть Медикаментозное лечение Все-таки Не значит Что ребенок Сразу пойдет в горш Сразу у него повысится успеваемость Он станет внимательным То есть Препарат сам по себе действует Не быстро То есть Есть эффект накопления Потом Надо ведь подобрать дозу Надо сам препарат подобрать То есть Их великое множество Самолечением не занимает Но уже нет конечно И нередко действительно Мы видим Где-то эффект рикошета Либо обратное действие препарата То есть Ребенок вместо того Чтобы скажем Стал более концентрированным Больше внимательным Он становится более возбудимым Бывает и такое То есть Как организм ребенка Воспримет тот или иной препарат Тоже не всегда понятно Поэтому специалист И занимается подбором препарата Подбором дозы Обратная связь с родителями С ребенком В этом случае Постоянно Должна быть Вот поэтому Конечно Информировать педагога О том что мы да Проходим курс медикаментозного Не медикаментозного Мы сделаем все необходимые шаги Чтобы помочь ребенку Конечно надо доносить Да И к тому же Вот сейчас Если уже стали говорить Про школьный момент Таким детям Дальше Второй и третьей парты Конечно же делать нечего То есть Мы должны опять-таки Подходить Сами родители Подходить к педагогу И говорить Пожалуйста Посадите моего ребенка Там на первую Вторую и третью парту Не дальше Потому что чаще всего Таким детям Если их посадили Уже все на последнюю парту Они уже Не то что принять информацию Обработать и выдать результат Они вообще уже Не могут ничего сделать Да Мы и тут должны с вами Создать ему такую среду Чтобы для него была Эта школа полем успеха Хочешь ты этого Или не хочешь Но мы с тобой решили Пройти этот путь От начала до конца И давай будем Бороться вместе Да Это начальная школа Начальная школа Мне кажется Что в начальной школе Поскольку я Не знаю У меня просто какой-то свой Там опыт есть И он ярко проявился Понятно в начальной школе Потому что больше детей И всего остального И в начальной школе Как мне кажется Если вовремя Спохватиться Можно решить Большинство проблем Если работать в системе А что происходит Если родители В начальной школе Вели себя так Как вот вы рассказывали Приходят ваши Клиенты Я знаю своих тоже знакомых Которые говорят Да я сам такой был Все перерастет Переживет А он уже подросток И к вот этой истории Еще теперь И гормональная перестройка Присокупляется Да И там не решили проблему Плюс еще получаем Вот этот подростковый период Вот каковы угрозы Если родители Закрывают глаза На вот эту гиперактивность Ребенка Или какую-то Не совсем похожесть Так скажем Да Но явные там признаки Которые Над которыми Можно было поработать Но вот их упустили Каковы угрозы В подростковом периоде Вот знаете Самое сложное Если например Мы не помогли ребенку В начальном На начальном этапе То это нарастание Вот знаете Проблем как ком Сначала маленький Маленький А потом такой большой Что ребенок уже задыхается Он уже не может Но в реальности говорить Я не хочу Идти в школу Я не хочу Вообще Отстаньте от меня Я не хочу Даже общаться Со сверстниками Потому что Я все равно Для них Неудачник Лузер Либо В асоциальные Какие-то группы Уходят Либо Позитические моменты Всплывают Когда Ну если меня Если я так не успешен В этой школе То ребята Тогда я пошел Себя искать в другом В чем-то Там эти же Субкультуры Которые Не всегда бывают Ну как бы Адекватны Да Поэтому И такие случаи тоже Вот в моей практике Есть Когда родители Уже Просто Вытаскивают Ребенка Вот из этой самой Грани А всего лишь Когда начинаешь Разматывать эту историю Что там было Ну да Вот как раз Гиперактивный Дефицит внимания И просто махнули Все рукой Учитель посадил На последнюю парту А родителям Все было некогда И они думали Что просто Трудный характер Вот к вам Доходят такие люди Такие подростки Доходят Более того Даже такие взрослые Есть Вы не обращали Внимание Что иногда В транспорте Кто-то там Раньше особенно Я помню Человек берет И вмешивается В чужой разговор Допустим Были такие случаи То есть человек Где-то ведет себя Очень возбужденно То есть Есть какой-то процент Который Скажем Из подросткового возраста Дальше взрослеет И вот эти Скажем Черты Вот этой Гипервозбудимости Гиперактивности Как раз он и несет Так что Конечно И более того Как раз Такой психологический разрыв Ребенка с родителями Конечно он только увеличивается Если мы Своевременно Пока еще Ребенок в стадии развития Пока нервная система Пластичная И пока мы можем Но с максимальной Эффективностью Как-то помочь ему Да Если мы упустили То конечно В подростковом-то Периоде это сделать Все равно нужно Но гораздо сложнее И конечно На него влиять Нам все труднее И труднее А какие тут факторы И какие тут инструменты На передний план Выходят в таком случае Ну мне кажется Ну если маленький То понятно Все с родителями Выработали режим дня На тропчики прописали С психологом С психологом Работаем С логопедом Работаем Гулять Ходим Спортом занимаемся Прожили эти 2-3 года Все у нас там Блестящий подросток Вышел Он спокоен Он себя контролирует Он сам делает Домашние задания Это такая сказочная история Света На самом деле Есть Это такая информация Что Будто бы 50 По-моему 6 процентов Детей Если вовремя Начинать лечить Помогать им По крайней мере Корректировку делать То они К подростковому периоду Даже Входят В норму Но Еще Посмотрите Какой огромный процент 44 Остается И там говорят Как раз это Дальше Социальное поведение Совсем недавно Читала исследование Что Будто бы Чуть ли В тюрьмах сидят Как раз Все те Взрослые Которые в детстве Были Гиперактивные Агрессивные И все остальное Также некоторые Говорят Что они Бизнесмены Бизнесмены Ну то есть Иногда То что кажется Для нас Акцентуация Характера Это может быть И болевой точкой Но это может Превратиться Наоборот В сильную Твою сторону То есть Вот это же Например Непоседливость Вот это Любознательность Вот это Я пошел И что-то сделал Или там Не довел Что-то до конца Это иногда Бывает у творческих Например Людей То есть Очень много С этими же С ММД С этими же диагнозами И известных И интересных Творческих людей Мы тоже можем Об этом Как бы Говорить Что это не значит Что каждый Закончит Пережив Этот подростковый период Где-то там Плохо А наоборот Может быть В общем В нужное В нужное В нужное В нужное Подростковый период У нас Не так много Время Не остается Но давайте Просто хотя бы Обозначим В подростковом Периоде Какие основные Должны быть Инструменты Воздействия На ребенка Или взаимодействия 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 Да Прежде всего Мы никуда Не деваем Эти же медикаментозные То есть Это может быть Теперь на долгое Долгое время Тебе да Все равно Медикаментозные Часть Это конечно Фактора Подавляющая большинство Остается Меняются Может быть Препараты Дозировки Но все равно Остается Медикаментозные И не медикаментозные Имеется ввиду Массаж Бассейн Великолепно Дети выходят Да Вот именно На массаж То есть Обязательно Хотя бы Три раза в год Курс массажа Должен быть Потом Знаю что Великолепно Ведете детей На иглоукалывание Да Если они не боятся Ну там Когда есть По возрасту Нюанс какой То есть Сама по себе Процедура Не болезненная Имеет Место страх У любого человека На самом деле Это не больно И раз попробовав Он прекрасно идет То есть Действительно Есть прекрасные точки Которые гармонизируют Психику Улучшают Повышают уровень Внимания Нормализуют сон Причем Часто как бы Ребенок Вместе с родителем Приходит Потому что В семье Это уже Системная проблема Уже в этом подумают Для родителей Потому что Это тоже состояние стресса Ты все время Как будто бы Знаешь Кидаешь вызов Этому миру У тебя на работе Стресс У тебя и дома Стресс получается В общественном транспорте Везде А вот скажите Можно Хотя бы Какие-то Например Точки Мы можем Это Конечно Даже нужно Давайте Несколько точек Все вместе Попробуем У себя найти Потому что В таком состоянии Возбужденном Стрессовом Я думаю Для многих Это уже норма Я не читаю На кого-то Это уже Перерастает Не просто Скажем Какую-то Повышенную Нервозность Тахикардия Бессонница То есть Вполне Уже В такие Симптоматические Такие вещи С которыми К врачу Надо идти Поэтому Я думаю Что Своевременно Приняв меры Как в случае С детьми Так и в случае С самим собой Мы избежим Каких-то Более отдаленных И тяжелых Последствий Давайте Попробуем Хотя бы На слух Воспринять Итак Нашли у себя Мизинец Можно на любой руке Пальчик поставили Обратили Ладонь К себе Ладонью А не тылом Поставили Пальчик на кончик Мизинца Палец с другой руки Палец с другой руки И двигаемся К складочке Лучезапястной складочке От мизинца Двигаемся До пересечения По направлению К локтю До складки Которая отделяет Кисть От запястья Вот тут мы Остановимся Запоминайте Точка шейнмэнь Ну Скажем Ключевая точка На канале сердца То есть все Стрессовые состояния Неврозы Которые проявляются Бессонницами Перепадами настроения Метеочувствительностью Головными болями Даже мигренями Перепады артериального давления Тахикардия И даже аритмия То есть все Что связано с душой И сердцем Как раз Вот эта точка Ребенка Она улучшит Безусловно Стабилизирует психику Улучшит сон Нормализует Настроение То есть Как раз Одна из ключевых точек Вообще Как бы при Синдроме Минимальных мозговых Дисфонсов Да Ее кстати Вот можешь потрогать Это болезненно Да Вот можешь Ищут Если сильно надавить Да То есть с точечкой Мы работаем от 1 до 5 минут Можно так мягко Ее просто давить на нее Не обязательно Там какую-то сторону Закручивать Да То есть Само по себе Раздражение Которое мы посылаем в точку Оно достигает Там канала сердца И попадает в нужное место И вызывает как раз Реакцию нашего организма То что я сказал Да То есть успокоение Умиротворение Нормализация Вегетативных функций И еще одна Буквально на полтора сантиметра Повыше По этой же линии Мы идем снова В сторону локтя Повыше к ладони? Нет Повыше к локтю Ага К локтю Для меня это страх пониже Точка Точка тунули Для тех У кого проблемы с речью То есть Это тоже точка С канала сердца Все вышеперечисленные Симптомы То есть Беспокойство Тревожность Стрессовое состояние Нестабильное давление Плюс еще У детей Это очень эффективно Когда задержка Речевого развития Да И какие-то проблемы С этим тоже сталкиваемся Да А вот это как вообще происходит Ну взрослые Более-менее Может это воспринять А дети С какого возраста Воспринимают Вот такие Способы и методы Вот смотрите Вообще Даже в психологии Да Мы учим детей Уже с трех с половиной лет Дыхательной гимнастики То есть Когда мы говорим о том Что ребенок может Когда например Он волнуется Или например Да Контрольный экзамен Еще что-то Мы Не таблетки начинаем Да Детям давать Да А мы можем элементарно Научить дыхательную гимнастику Прямо Я иногда Когда приходят на консультацию Говорю Это так просто Давайте будем дышать Все вместе Три вдоха Через нос Задержка дыхания На счет Один, два, три, четыре, пять, шесть А после Выдох через рот Но уже на счет Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять Мне кажется В любой стрессовой ситуации Вот если Дыши Только дыши Они приходят в голову Главное Правильно Дыши Да И дело в том Что я например Наблюдаю группу детей Которые возраст Три с половиной лет И до одиннадцати Так вот Когда они например Даже просто Один у другого Забрал игрушку И если он Обучен Вот этим Моментом регуляции То он Вместо того Чтобы замахнуться И дать кому-нибудь Он начинает Вот эти дыхательные упражнения Которые помогают ему Переключиться Помогают ему справиться Со своими эмоциями Что тоже немаловажно Потом вот Смотрите Мы же можем привлечь Все Сюда Например Я знаю Что ароматерапия Великолепная работа Мы должны привлечь все Чем больше факторов Мы привлечем Есть только масел Которые успокаивают Которые благотворно влияют На нашу Детскую психику На нашу с вами взрослую То Когда мы говорим Про неуспешность Сейчас кто-то скажет Ну вот Они тут рассказывают О том Что там ребенок двойку принес А мы тут Ему еще А ароматерапия А ароматерапия Но вы знаете Вот именно все вкупе Да Вот все вместе Когда мы уже с вами Все привлекли Все способы хорошие Для того Чтобы одержать победу Еще Я например Видела Да Самое-то главное Это конечно же Неравнодушие И желание Победить Вот этот Можно сказать Эту сложность Эту задачу решить Вместе Потому что Если мы оставим ребенка Вот один на один С этими проблемами Да Он не выплывет Вот это мы должны С вами четко понимать И поэтому Когда Например Только мама Подставила свое плечо И сидит Помогает Да Ребенку То мы всегда говорим Есть еще отец Есть еще старшие братья Есть сестры Да То есть пусть это будет Действительно Действительно задачей Всей семье Поддержать И помочь Ребенку Быть успешным Ну вот мне кажется Основной рецепт Так сказать Нашей сегодняшней программы Это первое Быть внимательными Да Всегда К своему К своему ребенку И к себе Быть внимательными Второе Обращаться к специалистам И в данном случае Невролог И психолог Это первые специалисты К которым нужно идти Они направят Третье Надо понимать Что это путь совместный Да И нет волшебной таблетки Главное правильно Выстроить систему И ей следовать Недступно Это важно Потому что очень часто Бывает так Знаете Вы нам все прописали Все рассказали Да Мы тут уже месяц попробовали Ничего не помогло Поэтому мы вам уже Больше не верим Да Но И вот тут Надо важно Проговаривать Что это действительно Длительный процесс Что Мы можем сдвинуться С мертвой точки Мы можем увидеть С вами результаты Но только Важно В этот момент Нужно показать Что вы не одни Такие Это правда Это кстати вдохновляет Конечно Что ты не один такой Это масса таких же примеров Таких большинство Таких да Практически там Большинство С той или другой степень От колонии Да Вот И это тоже правда важно Не стесняться этого Да А работать с учителем Работать с бабушками Дедушками Конечно В этой ситуации С братьями С сестрами Там Со всеми детьми Совместно И просто понимать Что это не какой-то Наверное Вот марш-бросок Как мы лечим грипп Напичкал лекарствами Отлежался В постели Ты знаешь Что через неделю Через две Он пройдет Ну вот это не грипп Это просто такой Примите себе Образ жизни В ближайшее время А мне такое ощущение Вот правильно Мне кажется Тут тоже Надо быть внимательным Ну и философами Чуть-чуть Оно все вывезет тебя Туда куда нужно Если ты будешь Предпринимать Правильные действия Да Потому что иногда То что кажется Сначала очень Неудачно Да Потом в итоге Я уже вам говорила Может обернуться в то Что это для тебя Твоя сильная сторона Например пока Один ребенок Сидит и думает Как он будет Это все решать И он уже Просчитал и прорешал А вот импульсивно А он уже все Сходил и сделал Понимаете И может быть здесь Он потерпел фиаско Но в какой-то другой ситуации Он будет победителем Он будет тем самым героем Когда он себе поставит Медальку на грудь И скажет О, а у меня получилось Ну вот такая Мне кажется Вдохновляющая Сегодня у нас Получилась программа Я хочу Нашим слушателям Еще раз напомнить Что у нас сегодня В программе Слушайте доктора Презентован новый проект Практическая психология И вести этот проект Будет Надежда Бушмилева Психолог Буду стараться Буду приглашать Других специалистов Из разных областей В психологии Будем делиться Вот именно Практическими методами Какими-то рекомендациями И будем рады Услышать ваши истории Может быть даже Где-то будут истории Которыми вы с нами Поделитесь А мы их вынесем На обсуждение И для вас Это будет полезно Вот как мы это и сделаем Поскольку программа Будет выходить В вечернее время В понедельник С 10 до 11 А в субботу С 11 до 12 То эта программа Будет выходить В записи У нас Но мы организуем Общение с Надеждой Откроем страничку В Фейсбуке Обязательно На сайте Эхо Кирова Разместим баннер С привлекательной Девушкой На баннере И вы сможете Туда писать Свой вопрос У нас кстати Первый вопрос Уже есть К программе Слушайте доктора Которую готовили Он касается Анорексии Анорексии Будет быть какие-то Наверное Да Закрытые Да Конечно Но истории жизни Чтобы это было Мы будем брать И разбирать В эфире нашей программы Я благодарю Сегодня за участие Сергея Шипицына Невролога И специалиста По рефлексотерапии Спасибо большое Сама очень буду С большим удовольствием Приходить на эти программы И слушать рекомендации Да Мы будем рады вас видеть Надежда Бушмельева Светлана Занько До свидания Всего доброго Слушайте доктора